МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационный вечер на СТВ. В студии Юлия Александрова. Здравствуйте. Минск принимает первый форум региона в Беларуси и России. Тема встречи – развитие аграрного сектора двух стран. В Беларусскую столицу съехались представители 19 российских субъектов Федерации. Среди них видны политики, бизнесмены, аграрии. Одним словом, те, кого уже не первый год связывают тесные экономические связи с Беларусью. Сегодня с участниками форума встретился президент Александр Лукашенко. О чем шла речь, знает наш корреспондент Анастасия Иваникова. Межрегиональное сотрудничество Беларуси и России в эти дни обсуждают как никогда. Два дня наша страна принимает гостей форума регионов двух стран. Кстати, первого в истории. Говорят о достижениях в сфере АПК и перспективах сотрудничества. С делегатами сегодня встретился глава государства. Встреча получилась по-настоящему теплой. С главами регионов президент встречался и уже не раз. С регионами соседней страны Беларусь сотрудничала всегда, ведь это реальная возможность экономической интеграции. Например, в животноводстве, семеноводстве, рыбном хозяйстве, сотрудничеем и в рамках промышленной кооперации. Российские регионы – крупный потребитель белорусской сельхозтехники. Беларусь выпускает широкий спектр техники для сельского хозяйства. На вашем рынке она узнаваема, популярна. Нередко это совместные кооперационные продукты. Некоторых из них доля российских комплектующих достигает 80%. Именно поэтому мы выступаем за совместную разумную политику в сфере промышленной кооперации, создание предприятий по совместному выпуску техники. На сегодняшний день в России работает более тысячи организаций с белорусским капиталом. В 2013 году у вас осуществляли свою деятельность 58 совместных производств белорусской техники, которые поставили на российский рынок продукции почти на 350 миллионов долларов. В России работают белорусские строители, возводят объекты социального промышленного назначения в ключевых регионах-партнерах – Москве, Московской, Смоленской и других областях. В свою очередь жилье, гостиницы и бизнес-центры уже в нашей столице строят и российские компании. Примером успешной интеграции может служить начало масштабного сотрудничества с регионами России в области строительства. Силами минской строительной компании «МОПИД» в Калуге возводится микрорайон «Малиновка». В Курске гомельчане строят 210 тысяч квадратных метров жилья. Сотрудничаем в строительной сфере со Смоленской и Московской областями. Мы заинтересованы в подобных проектах и в других городах России. Белорусскими подрядными организациями обеспечивается высокое качество строительно-монтажных работ. Соблюдаются заявленные сроки строительства. Также мы в состоянии увеличить объемы поставок необходимых материалов и привлечь свои технологии. Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества действительно внушительная. Включает около 200 соглашений. Что и говорить, Беларусь была и продолжает оставаться стратегическим партнером России. Уверена в этом и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Мы вышли на рекордные объемы взаимного товарооборота. Это уже почти 40 миллиардов долларов. И большая составляющая этого взаимного товарооборота – это результат межрегионального сотрудничества, которое избавлено от лишних бюрократических преград». Торгово-экономические отношения сегодня налажены с 80 регионами. Обмениваться визитами стало доброй традицией. Семь из них состоялось на уровне членов белорусского правительства республики. 29 раз делегации во главе с российскими губернаторами и их заместителями приезжали в нашу страну. И вновь очередной визит. Делегаты делятся впечатлениями и от прошедшего в Минске мирового первенства. «Это была хорошая возможность презентовать экономическое и социальное развитие Беларуси. Ее инвестиционный потенциал. И это самые хорошие, добрые отзывы. И мы восхищены и мужеством, и упорством белорусской национальной сборной». Дополнительной возможностью для расширения межрегионального сотрудничества должен стать и договор о Евразийском экономическом союзе. Документ три президента подписали в Астане в конце мая. Кто знает, может в скором времени форум Беларуси и России расширит свои рамки и станет уже трехсторонним. «Это открывает абсолютно новые возможности для экономического развития наших государств. Для того, чтобы вместе мы не просто сложили, а умножили наши потенциалы. Чтобы мы стали более конкурентно способными. Открылся единый рынок для движения товаров, услуг». К такому пику интеграции созданию Евразийского экономического союза шли не один год. Труд был тяжелый, отмечает глава государства. Изначально договор о создании союза не подразумевал изъятие ограничений. Однако пока некоторые вопросы решаются на двустороннем уровне. Например, по нефти и нефтепродуктам. Но до 2025 года их быть не должно. «Это начало. Большое начало. Впереди нас ждет и политическая, и военная интеграция в рамках этого союза. Потому что экономика – основу всему. Вы помните, в партийные времена говорили, если есть экономические показатели, то партийная работа всегда приложится. Это было основой. Точно так и здесь. Если есть экономика, если она сплачивает, объединяет людей, если это фундамент, то обязательно мы придем к защите этой экономики и интересам, прежде всего экономических. Мы декларировали образование союза без всяких изъятий ограничений. Вот одно государство, три наших республики, одно государство в экономическом плане хотя бы. Но когда подошли к этим вопросам, оказалось, что некоторые проблемы стали неподъемными. И многие договоренности с трехстороннего уровня опустили на двусторонний. Вот, допустим, там, нефть, газ, лекарства, спиртные и прочее, алкогольные, безалкогольные. Вот тут мы на троих не можем. Не можем договориться о троих. Давайте тогда на двустороннем уровне это регулировать. Это плохо. О новых возможностях, которые дает Евразес, речь шла и во время общения президента с губернаторами. Нам, может быть, уже не нужно говорить столько о безопасности, сколько вообще формировать новую стратегию развития сельского хозяйства, агропромышленного комплекса в целом на пространстве, в данном случае, хотя бы Евразийского экономического союза. Наш потенциал Белоруссии, России и Казахстана, а рано или поздно к нему и Украина примкнет, это мы можем накормить полмиллиарда человек. При налаживании контактов учитывают все особенности и специализацию каждого края. Так губернатор Смоленщины предлагает белорусским сельхозпроизводителям прийти в эту область. У нас в приграничных районах есть свободная земля. Есть конкретные уже отмежеванные выбранные земельные участки. У нас, к сожалению, у смолян нет сил в полном объеме работать на этой земле. Не хватает наших внутренних мощностей. Посмотреть губернатором Петр Михайловичем, посмотреть конкретные земли, вы их запросто можете обработать, и эффект от этого будет. Но конкретные земли изучите и ввести предложения в этом плане. Что для этого надо? Один из главных торговых партнеров Белоруссии – Амурская область. Множество совместных проектов в сельском хозяйстве, строительстве. Необходимую помощь при Амуре наша страна оказывала и после масштабного наводнения в 2013-м. Особая благодарность и вам, и вашим лицам, и всему белорусскому народу за гуманитарную помощь, ту, которая была оказана в стране Республики Беларусь в период этого наводнения. Время у нас непростое сейчас, трудное, но я думаю, что мы быстро наберем обороты. Несомненно, форум результаты даст. И вполне вероятно, что в будущем проведение таких встреч станет еще одной доброй традицией. Большое спасибо вам, что вы приехали. Для нас это очень важно. И я уверен, что вот этот первый форум, он не станет единственным. Мы будем в разных регионах встречаться. Если пригласите, я с удовольствием приеду. Анастасия Иванникова, Николай Синчилов и Дмитрий Лойко, телекомпания СТО. Что нужно сделать в развитии сельского хозяйства, сегодня говорили во Дворце Республики. Сообща, Беларусь и Россия обсуждают продвижение новых технологий ВПК. Парламентарии выступают за усиление ответственности в случае нарушения технических регламентов в аграрной сфере. Своими глазами увидеть технические новинки и попробовать белорусские продукты россияне смогли под Минском, где в эти дни проходит выставка Белагра. Подробности у Натальи Бреус. Пообщаться поближе россияне и белорусы смогли в кулуарах Дворца Республики. Инициаторами форума регионов стали парламентарии. Собираться в таком формате два года назад предложила Валентина Матвиенко. Губернаторы подтянулись. Главной темой стала эффективность АПК. Оно и понятно. Продовольственная безопасность превыше всего. В школе у нас уже единое экономическое пространство, подписаны договора. Нам надо по-новому выстраивать наши подходы. В первую очередь базировать то, что мы можем произвести на своем пространстве. Чтобы с наибольшей отдачей загрузить нашу перерабатывающую промышленность, получить наибольшую отдачу того или иного ресурса и самое главное разумно им распорядиться. На тему сельского хозяйства говорят на каждых переговорах с делегациями российских регионов. Вот губернатор Валерий Шанцев мечтает о миллиардном товарообороте Беларуси с родной Нижегородщиной. Вполне реально. Говорит, по аграрным вопросам многому пришлось поучиться у белорусов. Мы практически очень много взяли в области селекции семян для растений и водства. И по группе зерновых, и по картофелю районировали многие сорта, которые разрабатывались и выхаживались здесь. Если говорить по животноводству, то мы уже построили одну такую ферму по белорусскому проекту. А сейчас договариваемся о новой ферме на 1200 голов. В этот раз говорили о том, что обе страны должны по максимуму обеспечить себя хорошими продуктами. В мире все больше распространяются генномодифицированные товары. По мнению парламентариев, необходимо ужесточить условия ввоза такой продукции, запретить использование ГМО в детском питании, а также взять под контроль ввоз семян сельхозкультур. Уже действует, кстати, союзная программа. По картофелю хотят насытить белорусско-российский рынок собственным качественным корнеплодом. Но этого, конечно же, мало. Возможное направление сотрудничества обсуждали, посещая выставку «Белагра» под Минском. Россияне с интересом рассматривали новинки отечественного агропрома, просили буклеты с информацией и здесь же смогли лично убедиться в качестве белорусских товаров. Вообще у вас такие вкусные продукты. Вам вообще повезло, что вы в Беларуси живете. Кстати, в целом экспорт продовольствия из Беларуси в Россию в последнее время вырос полтора раза. Глава Минсельхоспрода уверен, что согласованная аграрная политика позволит избежать торговых войн, например, по молоку. Я уверен, что таких войн не будет. Мы должны вместе вырабатывать политику и двигаться. В настоящее время у нас нет конкуренции по молоку. Мы дополняем ту нехватку, которая имеет место на российском рынке. На конец года мы должны улучшить ситуацию именно по молоку. Для этого все есть основания. Погодные условия сегодня в Беларуси позволяют заготовить тот объем кормов, который необходим для общественного животноводства. Планируем выйти на 101-102% объема производства молока на логичный уровень прошлого года. Уже по итогам этого дня был подписан пакет документов о развитии сотрудничества. Но в целом было заметно, что парламентарии и руководители белорусских и российских регионов смогли найти общий язык по вопросам АПК. Тема двусторонних отношений звучала сегодня в Беларусском парламенте. Депутаты обсуждали, пожалуй, один из самых непростых вопросов. Таможенные пошлины на нефть. По существующим ныне договоренностям взамен на полную загрузку белорусских НПЗ российским сырьем мы ежегодно перечисляем России больше 3 миллиардов долларов. Однако уже в следующем году, благодаря документам, подписанным в Астане, платежный баланс изменится. Какой станет нефтяная арифметика в ближайшие годы, расскажет Алексей Мартиненок. Позиция официального Минска в вопросе евразийской интеграции предельно проста. Огромный общий рынок должен работать без внутренних ограничений и изъятий. В перспективе, с точки зрения экономики, Беларусь, Россия и Казахстан – это одна страна. Но пока только на бумаге. Делить нефтедоллары приходится. А над определением понятия по-братски уже несколько лет трудятся эксперты. Вот, допустим, к примеру, 2013 года мы перечислили в бюджет Российской Федерации где-то порядка 3,3 миллиарда долларов. И в то же время в нашем бюджете 633, по-моему, миллиона долларов перечислились. И осталось в бюджет Республики Беларусь. То есть соотношение 81 на 19. Это в соответствии, помните, соглашение о распределении ввозных таможенных порт. Известно, что уже в следующем году платежный баланс изменится. Это предусмотрено договором о создании Евразийского экономического союза, подписанным в Астане. В 2015-м в белорусском бюджете останется половина заработанных на нефтесредств. Мы подписали два протокола. Зафиксировали, что начиная с 2015 года в бюджете Республики Беларусь будет оставаться полтора миллиарда из ввозных таможенных порт. Это достижение – шаг в сторону пополнения бюджета каждый год на 3-4 миллиарда долларов. Договоренность, достигнутая в Астане – дорожная карта, по которой страны выйдут на единый рынок. Белорусская сторона такой механизм понимает как возможность поэтапного отказа, полного перечисления вывозных таможенных порт на бюджет Российской Федерации. Еще один плюс для Беларуси, который уже с будущего года принесет ощутимую прибыль – 23 миллиона тонн гарантированных поставок нефти. Такие объемы, помимо полной загрузки НПЗ, по расчетам экспертов, пополнят бюджет еще на миллиард долларов, плюс полтора от таможенных пошлин и того почти половина доходов от всего экспорта республики. И арифметика евразийской интеграции складывается в пользу Беларуси. Начиная с 2012 года формат наших трех стран – Казахстана, России и Беларуси – в рамках единого экономического пространства. И так как это зона фактически, так сказать, экономическая единая зона, то, в принципе, объективно, с классической точки зрения, конечно, никаких изъятий там не может быть. И сам, так сказать, такой формат, как экспортная пошлина, которая перечисляется в ту или иную сторону, это, конечно, нонс. Общий энергетический рынок окончательно будет сформирован только через 10 лет. До этого времени спорные вопросы, которые возникают между странами тройки, придется решать в двустороннем порядке. И стоит отметить, что с каждым годом их становится все меньше. Алексей Мартиненок, Ольга Коршун, Валентина Железная, телекомпания СТВ. Тема безопасности стран СНГ сегодня обсудили в Минске. Спецслужбам Содружества стоит уделить пристальное внимание вопросам борьбы с коррупцией и недопущения проникновения террористических угроз в страны Содружества. Такое мнение Александр Лукашенко озвучил главам делегации, участвующим в заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ. Президент Беларуси убежден, что именно страны Содружества должны формировать совместный механизм реагирования на дестабилизирующие факторы. Ольга Ируть продолжит тему. Совет руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников Содружества независимых государств, сокращенно СОРП, создан 17 лет назад. С их помощью между странами выстроена система взаимодействия в оперативно-розыскных мероприятиях и обмене информации для борьбы с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью. Членами СОРП стали руководители органов безопасности и спецслужб девяти государств СНГ. Туркменистан и Узбекистан участвуют в качестве наблюдателей. Пять лет назад Минск уже принимал участников Совета руководителей органов безопасности и спецслужб. За это время в мире, да и в самом Содружестве произошли изменения. Поэтому есть повод обсудить новые вызовы и угрозы, и определить, как интеграционные возможности можно использовать для укрепления безопасности стран СНГ. Буквально на прошлой неделе в белорусской столице встречали главправительств стран СНГ. И вот сегодня в Минске руководители органов безопасности государств Содружества. Главы делегаций спецслужб встретились с Александром Лукашенко. Новые вызовы и угрозы настоятельно требуют координации наших общих усилий, максимального использования интеграционных возможностей Содружества для укрепления безопасности стран-участниц. Сегодня нас пытаются разъединить, натравливая друг на друга, используя любые предлоги, включая искажения истории. Цель понятна. Надо искоренить общую память о том, кто победил в Отечественной войне, кто освободил Европу от фашизма, создать условия для нового передела мира, утвердил свое господство в разных частях планеты. Все мы видим, что в последнее время традиционные международные институты обеспечения безопасности, к сожалению, не всегда способны эффективно противостоять глобальным вызовам. Эти угрозы не могут быть нейтрализованы на уровне отдельных государств. Противодействовать им возможно только путем консолидации усилий. При этом особая роль в данном процессе отведена спецслужбам, их умению анализировать, прогнозировать развитие складывающейся обстановки. Председатель Совета, директор ФСБ России. К слову, одно время возглавлял СОРБ и нынешний президент Российской Федерации Владимир Путин. Все вопросы компетенции спецслужб в Содружестве обсуждают на встречах дважды в год. Сегодня в повестке дня борьба с международным терроризмом и другими проявлениями экстремизма. Также актуальные противодействия преступлениям в области IT. Интерес и к опыту обеспечения безопасности массовых мероприятий. Беларуси есть чем поделиться. Белорусская сторона готова поделиться своим опытом обеспечения безопасности масштабных мероприятий. Мы это продемонстрировали и на прошлом нашем спортивном мероприятии и доказали всему миру уже, что мы способны проводить подобные мировые форумы. Уверен, что данный опыт будет востребован нашими и азербайджанскими друзьями при проведении первых европейских игр в следующем году в Баку. Глобальная нестабильность обуславливает необходимость наращивания совместных усилий в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, транснациональными деструктивными формированиями, преступлениями в области высоких технологий. Надо, видимо, уделить пристальное внимание вопросам борьбы с коррупцией. Мы видим, каким разрушительным последствием может привести тотальная коррупция, возведённая в ранг государственной политики, например, в том числе наших ближайших соседей. В повестку дня включён большой спектр проблем, затрагивающих интересы безопасности как непосредственно наших государств, так и оценка обстановки с учётом тех угроз, которые влияют на ситуацию в наших государствах и региональной безопасности. В заседании совета, кроме делегаций спецслужб и органов безопасности стран СНГ, участвуют исполком и антитеррористический центр «Содружество». Приглашены в качестве наблюдателей представители спецслужб Германии, Италии, Испании и Франции. За круглым столом, несмотря на секретность ведомств, откровенный разговор. Профессионалы не только обсудили актуальные проблемы безопасности, но и выработали пути их решения. Проблема борьбы с киберпреступностью, она актуальна, наверное, для любого государства. Использование интернет-ресурсов для террористической деятельности, для распространения радикальных идей, компьютерной атаки, направленной на выведение строя или затруднение работы различных информационных ресурсов. Важное значение в этой работе имеет именно наша совместная работа в рамках Совета руководителей государственной безопасности и спецслужб стран СНГ. Утром руководители спецслужб СНГ почтили память советских воинов, погибших в Великой Отечественной. Кобелиску на площади Победы в Минске возложили венок. Настоящая детективная история разыгралась этой ночью в Минске. По словам очевидцев, возле площади Бангалор расстреляли иномарку. Нетипичное для спокойной белорусской столицы происшествие сразу вызвало немало домыслов. Некоторые утверждали, что даже видели тело мужчины рядом с автомобилем. А на месте происшествия остались осколки стекла, следы крови и перчатки судмедэкспертов. На самом же деле проходило задержание наркоторговца. И во время операции никто не пострадал. 17-летний минчанин передвигался по городу на автомобиле «Мерседес». Двое из задержанных — это просто рядовые потребители, которые пришли приобрести дозу. Двое других — это его приятели. Подозреваемые закрылись в машине, заблокировали двери. Все, с чем применялся специальный инструмент для того, чтобы вскрыть стекла и, следовательно, доблокировать автомобиль и задержать данных молодых людей. Три государства — единое решение. Междугородный экологический субботник прошел сегодня на территории Беларуси, России и Казахстана. Он приурочен ко Всемирному дню охраны окружающей среды. С самого утра по всей Беларуси трудовой десант наводил порядок. Так в Минске субботник прошел в Ботаническом саду. Совместными усилиями был облагорожен местный дендрарий. Эта акция приурочена к Дню охраны окружающей среды, 5 июня. Этот день отпразднуют все экологи всего мира. Поэтому мы решили инициировать эту акцию именно Минприроды Беларуси. И эту акцию поддержала и Российская Федерация, и Казахстан. Каждый, если на своем месте будет маленькую лепту свою прикладывать к тому, чтобы наша земля была чистой, доброй, хорошей, чтобы росли здесь такие благородные растения, которые везде у нас растут на самом деле, то везде был бы порядок. Волонтеры Казахстана сегодня занимались очисткой территории зеленого пояса Астаны от мусора. Избавить от загрязнения так называемые легкие столицы собралось около 600 человек. Сто гектаров успели очистить уже к обеду. Акция проходит в наших трех странах параллельно. Планируется участие в этих мероприятиях свыше 100 тысяч человек. И в основном виды работы это уборка мусора, территорий, парков, скверов наших. У нас конкретно в Астане порядка 6-6 тысяч человек работает. И это все к этому часу. Далее новости главного города страны в программе столичные подробности. Информационный итог дня, как всегда, за полтора часа до полуночи. Не скучного вам вечера.